Всем привет, ребят! Сидели мы, думали, играли с хомячком и надумали, что хотим еще одного хомячка купить. Стебуль, я даже не знаю, девочку или мальчика купим. Мы хотим разделить этот аквариум пополам. Вот. Она там сидит. И чтобы один хомячок на одной половинке был и другой хомячок на другой половинке. Чтобы они не были вместе. Да, Кики? Поэтому мы сейчас поедем, съездим в зоомагазин и все посмотрим и спросим, что да как. Алло, давай, одевайся. А то закроется магазин. Маргарита осталась дома. Она с подружками пойдет гулять. Мы поехали сами. Да, она же гулять пойдет? Да. Ну, поэтому я говорю, она осталась дома. Я думала, что мы пойдем гулять. Нет, она сейчас дома, подружки за ней придут, и она пойдет. Поедем посмотрим, если есть вообще хомячки. А если есть? Ну, значит, возьмем. Если есть. Погодка такая у нас хорошая сегодня. Солнышко. Обычно, но холодно. Солнышко светит, но холодно. Так, все, мы приехали уже. Мы же тут едем? Эммон центр, да. Эммон центр покупали. Танк-Колипет, магазин. Мы здесь покупали Кики. Сюда же приехали. Вот тут должны быть хомячки. Мы здесь Кики покупали. Такие вот. И вот здесь тоже, какие-то мили. Да, видишь, он там сидит в домике, морская свинка. Он там в домике сидит, смотри, видишь? И там один внутри. А у меня вот такие волнистые попугайчики были всегда. Они такие крупные прям. Вот Ксюша хочет такого. Он стоит 110 франков. Получилось. А тут что? Тут тоже пауки, мне кажется. Есть хомячки, но они маленькие. Да? Да. На следующей неделе только они будут их продавать. Пока они их не продают, в общем. Сказали через неделю. Давай купить маленькие. Не продают они еще нельзя. Они очень маленькие. Да. Сейчас мы заедем в другой. Еще один посмотрим. Может быть там есть. Папа пошел спрашивать, есть там хомячки или нет. Но если не будет, то не будет, значит, надо ждать и ехать на следующей неделе. Хомячки тоже здесь есть, но они тоже маленькие. Я так понимаю, они все те же самые. Еще сказали, что это хомячки с России. Русские хомячки. Вот. Ну, в общем, на следующей неделе они только их продают. Они еще маленькие. Ну, на следующей неделе мы сюда поедем. Ну, здесь ближе, да. Лучше сюда приехать, чем туда, здесь ближе к нам, к нашему дому. Поэтому с четверга, с следующего четверга они их продают. И посмотрим русские хомячки из России. Так, ребят, у нас есть новость. Маргарита пока не знает, знает только Ксюша. В общем, может быть, у нас появится не только еще один хомячок, но еще появится собачка. В инстаграме наши знакомые опубликовали один пост, что одна женщина отдает бесплатно собаку, шпиц, как у нас. Только он померянский, ну, получается. У него мордочка немножко такая приплюснутая, как мишка. Да, это девочка, ей год. Я не знаю, почему она ее отдает, именно отдает бесплатно. Может, куда-то уезжает, может, еще что-то. Мы не против еще одной собачки, такой же маленькой. Пока нам еще никто не позвонил, мы оставили наш телефон. Это с соседнего города. Женщина живет в соседнем городе, в принципе, недалеко от нас. Вот, но пока тишина. Еще пока никто не звонил. Мы даже не знаем, как ее зовут, но она тоже такая же рыженькая. Но она немножко попушистей. И мордочка у нее не такая длинненькая, коротенькая мордочка. Такая симпатичная такая. Мы прям вчера как услышали, нам сказали, ну, как увидели этот пост, мы все сразу давай-давай возьмем. Но за хомячком мы поедем. За хомячком мы поедем в четверг, потому что нам сказали, они продаются четверга только. И знаете, что они попросили? Работники магазина, зоомагазина сказали, что мы должны отправить, ну, показать им фотографию домика, где будет жить хомяк. Вот. Здесь такие правила. Либо ты берешь хомяка и сразу у них покупаешь аквариум, либо клетку. Если же ты не покупаешь аквариум, то они просят фотографию, доказательство, где будет жить этот хомяк, в каких условиях он будет жить. Вот здесь такие правила, да. Здесь очень-очень серьезно относятся к животным, когда их продают, кому продают, в какие условия продают. Еще плюс дается бумажка, по-моему, в течение года, в любой момент, ну, мы оставляем свой адрес, где мы живем, в течение года, в любой момент могут приехать работники зоомагазина, там, не знаю, и проверить, в каких условиях живет животное. Да, но к нам никто не приезжал, знаете, это как бы не сто процентов, если они приедут. Мы когда кики покупали, нам точно так же, нам выдали бумажку, мы подписали, что мы согласны, что если что, кто-то к нам приедет, проверит, как живет наш хомячок. Но никто не приезжал. Вот. И в этот раз будет точно так же. Ну, мы сфотографируем домик, конечно же. Та-дам! Всем привет, ребят! Мы снимаем уже на следующий день. У нас вчера были гости. Да, мы вчера не досняли влог. К нам пришли гости, как всегда, у нас выходные, кто-то к нам приезжает. Написали? Нет, никто не писал. Сегодня продолжаем снимать влог, у нас сегодня понедельник. Девчонки притопали со школы. Мы съездили с папой за продуктами в понедельник. Купили овощи, фрукты. Мы взяли вот такие вот персики. Смотрите, кто любит персики? Они такие вкусные. Я хотела... Они вкусные. Как компотик. Мы раньше закрывали такие персики. Опять я взяла кубничку. Мам, хотела это вот... Такая вот красненькая. Это более красная, чем другая. Хочу попробовать. Так, руки мыть. Руки мыть. Быстро, 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 быстро. Бегом. Руки мыть. Мама! Мама! Имбирь. Острая? Что это? Она выплюнула. Что это? Цукаты. Они вкусные? Ну, по виду маргариты. По реакции маргариты они невкусные. Попробуй. Нет, невкусные, да? О, всё, вторая пошла. Быстрее плю. Это папе нравится. Мне нравится с манго. Я манго купила. Ну-ка, давайте папе дадим попробовать. На, попробуй. Попробуй. Сейчас посмотрим на реакцию. Второйку? Угу. У папе вкусно. Ну, вот так. Ну, как так? Вот такие вот ещё орешки нашла. Так, здесь помидорчик, лайм. А здесь сметанка с луком. И папа тоже опоздает. Он на работу. Мне нужно идти. Нет, тебе не нужно идти. Почему? Я поздно. Папа себе там что-то готовит. Ну-ка, покажи. Это лимон с травкой с какой-то зеленью. О-о-о-о. Действительно. Ммм. Ой, это папин обед, наверное, на работу. Ты у Ксюши, смотря, спросила? У Ксюши спросила шапку? Да. Иди спрашивай, вдруг она тебе не разрешит. Солен. Это колючий, да, осторожно сегодня порежем. Он как раз жёлтенький, уже спелый. Кстати, у Маргариты вышло видео новое. Вопрос-ответ. Смотрите. Точно возьмём. И вот так вот папа найдёт что-нибудь на работе, я ему сказала, чтобы он поискал какое-нибудь стекло. Размер снять. Какого размера нужно. И вот так вот мы поделим домик пополам. И всё. И будет у нас два хомячка. Мне кажется, им места вполне хватит. Самое главное, колёсико надо купить ещё одно. Купить ещё один домик. Поилочку купить. И чашечку. Да? И будет всё готово. А как мы его назовём? Личи. Так мальчика или девочка брать? Мальчика. Мальчика. Личи, ты шпаргалку делаешь, что ли? Зачем? А что, если ученица увидит? Не увидит. А если да? Нет, ты всегда вот так сидишь. Ну смотри. А потом как ты откроешь? Смешной тиктокер? Ага. Давай. Он такой. Всё, пока. Чао. Какао. Ну вот всё, давай будем порядок наводить. Посмотри, что у нас творится дома. Просто ураган прошёлся. Ты кидай. Теперь я, теперь я. Кидай. Он нас ждёт. Нет. Давай кидай. Ой. Бонни, Бонни, мячик. Сегодня у нас будут пельмешки. Маргарита ушла на улицу. В общем, заказали мне пельмешки. Сейчас я буду делать тесто. Фарш пока разморозится. Я его уже тут поколотила. На кусочки. Сделаем тесто. Я как раз сегодня муку купила. А то у меня вон. Чуть-чуть. Меньше половины. Муки. Присыпем. Все ушли. Главное. Макс с Каролиной на улице. Маргарита на улице. Одна Ксюша дома. Значит, будет помогать Ксюша. Попробую сегодня сделать новое тесто. Заварное какое-то. Не знаю. На кипятке. Сюда добавляю. И начинаю замешивать. А Ксюша сейчас будет плакать. Так, я уже тесто замесила. Но оно теперь должно полежать. Немножко отдохнуть. И все. Все. Приятного аппетита нам. Ну что ты его трогаешь? Я его не трогала? Вообще нет. Не надо его доставать. Подальше от него отодвинься. Подальше отодвинься от него. Я больше не могу. Садитесь всегда так близко. И потом ругаются. Можно еще йогурт. Здесь все. Ям, 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 ям. Уроки делала? А у меня нет уроков. А ты можешь йогурт смешать с этим, с кетчупом. Тоже вкусно будет. У нас дома. Сходи. На мой зелётой. Ждёшь. Она ждёт, сидит. Твой первый пельмешек. Вкусно? Ай, как вкусно. Нет, я не давала. Я никогда применила. Что тут происходит вообще? Окей, let's coming. Полери, пачука. Что у тебя на носу? Какашка. Полери, пачука. Больно же на нос, Каролина. Больно. Устань с неё. Ксюша. Решили мы ещё ананасик перед сном перекусить. Макс, пойдём. Такой сегодня ананас купила. Он уже так успел. Его нужно прям съесть. Быстренько, быстренько. Иначе через, мне кажется, завтра или через пару дней он уже начнёт портиться. Он уже прям жёлтенький, видите? Девочки, кто будет ананас? Сейчас пойдёмте... Я не умею его чистить. Я не знаю, как правильно его чистить. Ну ладно, пусть будет так. Как-то так. Только нужно обязательно потом ротик умыть. У меня после ананаса начинают губы трескаться. Не знаю, почему. Видимо, вот эта вот кислота. Давай, иди кушай. Подожди. Вкусно? Да? Кислый? Ну, такой кисло-сладкий. Мы сейчас весь ананас едим. Не оставим вам. Эй, это мой! Так, всё. Последний кусочек. Ещё вот такой вот маленький. Иначе мне будет... Он как-то язык-то разъедает. Потом щипет язык. Ложимся спать, и я ещё буду лепить. У меня осталось... Ещё фарш, осталось и тесто. Но завтра... Я не знаю, если папа будет кушать, то я ему смотрю. Если нет, то завтра вы будете кушать. Я не знаю, я у папы спрошу. Конечно. Так, всё, уходим спать. Плов он может... Спокойной ночи! Покойной ночи! Так, все укладываемся. Каролина! Сего? Всё, лежишь? Да. Ну всё. Смотрите новые серии. И смотрите новые серии. Так, всё, ложимся, Макс! Я пока! Идём, ложимся. Лайк, лайк, лайк. Ставим лайк. Ставим, ставим лайк. Всё, ребятки, всем пока. Спокойной ночи. И я тоже лайк поставлю, да. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok